Село Кондой в ста с лишними километрах от районного центра Борзе. Почта приходит сюда три раза в неделю. График не нарушается, даже если почтальон в отпуске. Вот и в этот день его обязанности выполняла Татьяна Викторовна Эпова. А в сумке несколько районных газет, одна федеральная и письма. Да нет, немного. 11 заказных, 14 пришло таких простых письм. Электронной почты, наверное, нет? Нет у нас такой нет. Только письма постарались? У нас связь-то еще плохо работает. Мобильная связь. Вот мы куда ходим, вот сюда вот, за гаражив. Татьяна Викторовна, невестка Анатолия Георгиевича Эпова, старейшего представителя рода Эповых, единственного фронтовика, живущего в поселке. Его предки, выходцы из Вологодской губернии, поселились здесь в 20-х годах 18 века. Тогда это была пограничная казачья станица. Вокруг плодородные земли, пастбище, прекрасные сенокосы. В общем, все условия для разведения скота и накопления достатка. Казаки зажили богато и культурно. В 1806 году Эповы на свои средства начали строительство церкви. В качестве строительного материала использовались остатки развалин знаменитого Кондуского дворца, возведенного в начале 14 века в период расцвета монгольской державы. В 1815 году в этих стенах был отслужен первый молебен. Все социальные катаклизмы 20 века не обошли Конду. Гражданская война, интервенция, коллективизация. 24 семьи получили похоронки с фронтов Великой Отечественной. Послевоенный путь к коммунизму вместе с одноименным колхозом обещал всеобщее благополучие. Но экономическое потрясение 90-х годов и перестройка, разрушенные иллюзии и привыченный вклад в жизнь. Сегодня в Конду проживают чуть более святые дни, чем в основном это пенсионеры. Как они где? Нет у нас рабочих мест, деревни нет. У нас в основном сейчас только школа работает, пекарня Чемусовая работает и все. Но тут магазин открытый тоже Чемусовых. Скот кто держит? Ну, хозяйство держат, конечно. Но в основном-то уже сейчас, кто молодые такие, ну, до 50 лет, вот они держат скот. Скот продают или для себя? Ну, и для себя, и хозяйство, где мясо сдают. Родители где у вас работают? У меня нигде. А деньги где берут тогда? Ну, у нас это как мама получает пенсии за нас. У меня сестра есть, это как мать-одиночка, она получает пенсию. Дети в Конду очень приветливые и общительные. Приезд съемочной группы стал для них большим событием. Клуб в этот день не работал, так как отключили свет, поэтому собрались возле единственной достопримечательности церкви. Льева Киболин прибыл верхом на кобыле Маруся в сопровождении двух ее же ребят. Ребята рассказали, что вместе с учителями убирали территорию возле храма, красили стены. В поселке 83 школьника. После окончания 9-летней школы многие уезжают учиться в райцентр или в Читу. Если позволяет семейный бюджет. Леша Эппов творческий человек, грезит о профессии скульптора, а пока у него хорошо получаются фигурки из пластилина и глины. Рая Леонова решила выучиться на парикмахера. Лева хочет стать сварщиком, как батя. Их любимая учительница Лидия Ивановна мечтает, чтобы ее ученики вернулись в родной поселок. Мечтает, чтобы они увидели возрожденную церковь во всем ее величии. А еще лучше, сами восстановили храм. Может быть, она идеалистка. Но кто, если не учитель, вдохновить на созидание? Может быть, когда-нибудь производство все-таки будет на таком уровне, где можно бы работать человеку, проявить себя и остаться в родном селе, в родной деревне. Верю, что будет хоть когда-нибудь на нашей маленькой родине какое-то все равно счастье. Вера Селезнева, Иван Селезнев. Для программы «Время новостей». Спасибо.